Вологодская область, ну она входит в северо-западный федеральный округ, ну и также в северный экономический район. Административный центр, естественно, город Вологда. Ну, в общем, это то, что на полупути между Москвой и Архангельском в целом. Исторически это входило в новгородскую землю. Часть центральной и восточной входила в Ростовское княжество, с которого, собственно, повелась Россия. Соответственно, там центральная и восточная часть довольно быстро в Москву попала, потому что Москва объединилась с Ростовским княжеством, о чем я подробно рассказываю по истории. При Петре это входило в Архангелогородскую губернию, выделили Вологодскую губернию в 1796 году. После советской власти все там жутко менялось, в том числе была какое-то время Череповецкая губерния. Все передавали в разные там районы, не буду все это расписывать. В общем, конкретно территория сформировалась только в 1944 году. То есть границы современной Вологодской области были определены в 1944 году. Перед этим вот как раз Вологодскую очень много и делили на части, и объединяли, и передавали разные районы в разные стороны и так далее. Чуть там с Ленинградской области важно не объединили. Географически. Расположена в таежной зоне на северо-востоке Восточноевропейской равнины. Она такая протяженная с запада на восток. В результате там, в общем-то, даже, ну такое правильное время-то оно не совпадает практически на час между разными концами. То есть там формально, конечно, московское время, но там еще есть местное время, реальное как бы. И оно там чуть ли не на час различается. Рельеф. Холмистая низменность. Периодически идут низкие районы, периодически такие высокие, но невысокие в целом. То есть там есть даже, в общем-то, горы, но гора там максимально, Исакова гора 293 метра. Ну еще гора Мальгора есть 304 метра. Вот гора Мальгора максимально 304 метра. Самая низкая точка, прионежская низменность, 33 метра над уровнем моря. То есть вот где-то вот в районе 300 метров там колебания какие-то есть. Климат умеренно континентальный, умеренно холодная зима. В целом теплее, чем в Архангельске, примыкает уже к той погоде, что в центральной части. Средняя температура января где-то минус 11, то есть такая вот легкая. Средняя температура июля где-то плюс 16. То есть умеренно континентальный, как он есть. Много осадков, поэтому много рек, озер, болот. Снежный покров лежит где-то 170 дней, но это означает, что там нормально идет зима, весна, как они по календарю. Примерно так. Вот поскольку много водных ресурсов, там густая речная сеть. 2000 рек на самом деле. Ну крупные реки Сухона, вот Вологда это приток Сухоны. Река Юг, Малога, Шексна и так далее. Питание снежно-дождевое. Ну что в общем тоже обычное питание для этой восточноевропейской равнины. Паводки, естественно паводковый режим. Половина годового стока идет в апреле-июне. Ледостав 160 дней. 5000 озер. Два водохранилища, Шекснинская и Рыбинская. Рыбинская очень крупная. Потому что там равнина, построили водохранилище на равнине, залило всю равнину. Вот с тех пор, кстати, на Рыбинской много ругались экологи. Так вообще нельзя. Ну имеются естественные озера. Онежское озеро, там они примыкают к Онежскому. Белое и так далее. Болот много. Ну соответственно какая там растительность, флора и фауна. Тайга, это таежная зона. Почвы типичные таежные, подзолистые большей частью. Леса 75% территории и в основном хвойные. Хотя могут быть и лиственные. Береза, там может быть осина, ольха. Такие лиственные обычные русские деревья. Липа, вяз, вот это там все есть. Животный мир таежный. С типичными птицами и животными тайги. Имеется несколько заповедников. Допустим, русский север там. Значит, охраняемая территория. Дарвинский заповедник и так далее. Луга примерно 10% территории. Соответственно, природные ресурсы. Древесина, пресные воды. Гэс. То есть имеется гидроэнергийный потенциал. Можно строить гэс, раз рек много и некоторые текут бурно. Естественно, раз болота, там торфа много. Строительные материалы. Поваренная соль. Жемчуг. Ну и там вот открыли этот самый Архангельское алмазное большое месторождение. И в Вологде тоже кусочек есть. Население 1128 тысяч человек. То есть миллион с небольшим. 73% городское. Этнически считается самое моноэтнически русское. Там 97% русских. Но, как я уже не раз говорил, эти цифры скрывают реальную этничность, так как русские это эффективная этничность, придуманная государством. Реально там должны преобладать, естественно, северорусы. То есть северные группы вот эти, которые происходят от новгородцев. Но, видимо, есть какое-то количество и приезжих, которые северорусами не являются. То есть эти 97% русских надо бы разбить на северорусов. И какие-то еще там, может быть, с Москвы там приехали, откуда это не исследуется. Поэтому такая статистика нам ни о чем уж не говорит. Имеется коренное население Вепсы. Но их очень мало, меньше процента проживают на северо-западе области. Остальные все пишутся русскими. Каких-либо нерусских там крайне мало. Населенные пункты Белозерск. Самый известный он еще в 862 год. То есть он древний город еще 9 века. И князь Синеус, брат Рюрика, он уже правил Белозерском. Как сообщает нам повесть временных лет. Но, может быть, и врет. По крайней мере, в 12 веке там точно уже есть Вологда и Великий Устюг. Вот Великий Устюг. А Вологда это район, из которых повелись также многочисленные переселенцы в Сибирь. Переселенцы в Сибирь это не столько поморы, сколько Великий Устюг, который тогда был большой. Вологда, Ростов. Вот эти вот районы. От них повелось оконья. Но это все северные все равно. И генетические, и по языку северное наречие. Это все равно оттуда. Но поморы там тоже были архангельские. Просто это разные на самом деле. Групп северных русских было много всяких. Что касается новгородцев, то косвенно непосредственно с Новгорода в Сибирь не переселялись. Вот с Новгорода переселялись в Вологду, а с Вологды уже в Сибирь. В настоящее время населенные пункты два крупных, Череповец и Вологда. Там 312 тысяч Череповец и 300 тысяч Вологда. Но поскольку два таких центра, мне придется, видимо, и Череповец и Вологду брать. В качестве отдельных обзоров так я делаю, когда два реальных центра в области. Если нет двух реальных центров, я тогда делаю просто прообластной центр. Ну, помимо Череповца и Вологды, есть города такие, как Сокол, Великий Устюг, Шексна. Вы, Тигры, они известные, но очень маленькие. Тотьма в Тотьме 10 тысяч человек, Белозерске 10 тысяч человек, городу больше тысячи лет. Ну, такие вот дела. Основная отрасль специализации черная металлургия, 63%. На втором месте электроэнергетика из АГС. Это значит, что они полностью зависят от цен на продукты черной металлургии, в том числе на мировом рынке. Вот для диверсификации Вологда пытается развить туризм. Вот у нее какие-то туристические старые эти города Устюг есть, там Тотьма и так далее. Они пытаются там развить туризм, но, естественно, ковид и изоляция России в результате войны, они подкосили эту отрасль и сейчас не развивается. В основном все идет на экспорт. То есть они вывозят вот эти все металлоконструкции и всякую Северсталь, они все вывозят за границу. Ну, соответственно, основное все как бы определяет в области, в этой всю ее экономику и социальную сферу, это предприятие Северстальгрупп. То есть помимо того, что там зависимость от определенной отрасли, там эта отрасль еще и монополизированная. И, соответственно, вот эта Северсталь, она там полностью практически диктует все, что творится в Вологодской области. Но помимо Северстали, там есть Череповецкий сталепрокатный завод, Череповецкий завод металлоконструкции, есть кое-какая еще деревообрабатывающая промышленность. Помимо этой черной металлургии, тем не менее, на экспорт идут сельхозяйственные продукты, молоко, птица, мясо и есть Вологодское масло, известное. Это у нас делает Вологодское масло, Вологодский молочный комбинат. Ну, в целом сейчас стабилизация, да, в целом они сейчас держатся, но вот из-за того, что специализация на одной отрасли, это плохо зависит от колебаний цен на рынке. Ну, там имеются традиционные художественные промыслы, Вологодское кружево, береза, там все такое. Это там тоже имеется, я уже расскажу, наверное, в Вологде, когда я буду Вологду рассказывать. 21 электростанция, из них 3 гидроэлектростанции и 18 тепловых. Сельское хозяйство, в основном молочное животноводство, вот у них масло, потому что так-то ничего и не растет тайга. Ну, картошка, в основном вот мясо, молоко, они себя обеспечивают и масло Вологодское на экспорт. Растениеводство крайне незначительно, на самом деле, в основном животноводство. С точки зрения транспорта на магистраль Холмогоры, Москва-Вологда, Архангельск проходит. Ну, и есть несколько федеральных дорог, типа Вологда-Новая-Ладога, Устюжна-Невель и так далее. Вологда-Железнодорожный узел, там ряд направлений, допустим, Московская, Петербургская, Архангельск Северная и на Вятку, на Киров тоже есть. То есть, пересекаются дороги на Пермь, на Архангельск, на Санкт-Петербург и на Москву. Поэтому это узел. Соответственно, тут с Вологды можно во многое, в любой город России попасть. Или хотя бы транзитными там поездами или прицепными вагонами. Череповец тоже хорошо имеет железную дорогу и полностью сообщается тоже с любыми точками. Авиационно есть международный аэропорт Череповцы, внутренний аэропорт Вологде, ну и аэропорт Великом Устюге, из которого пытаются сделать туристический центр. С точки зрения водного транспорта, имеется порт в Череповце, это Волгобалтийский водный путь, из Санкт-Петербурга в Астрахань. Там довольно крупный порт, который обрабатывает грузы по Волгобалту, который проходит. С точки зрения СМИ, старейшая газета «Красный Север» с 1917 года, имеется телеканал «Россия-Вологда», местное телевидение. Еще есть газета «Хронометр», «Московский комсомолец Вологде» и в Череповце. Но вот по поводу культуры и туризма, они это развивают. Туристическими городами, которые можно посетить, исторические города, музеи, по сути город-музей, является следующий. Белозерск, Великий Устюг, сама в принципе Вологда, Устюжная и Тотьма. Великий Устюг позиционируют как родину Деда Мороза в России. Крупные музеи. Вологодский государственный историко-архитектурный художественный музей-заповедник. Кирилло-Белозерский музей, там монастырь. Велико-Устюгский, Татемский и так далее. Под Вологдой есть архитектурный этнографический музей Вологодской области. Много старинных дворянских усадеб, где-то недалеко там от Вологды. В частности, есть усадьба Игоря Северянина и так далее. Монастырей много северных. Вот Спасо-Прилудский монастырь, Кирилло-Белозерский монастырь, Ферапонтов монастырь. Там древние всякие фрески, дома старые. Вот если старину такую посмотреть, прям реальную, феодальную, а не построенную, так сказать, под заказ китайцами. Вот это Вологде, это реальный, все монастырим там по 500-800 лет. Так что вот можно. В Ферапонтовом монастыре там фрески в 1502 году монах Дионисий написал. Ну, поэтому много еще деревянного зодчества. Правда, некоторые из них горели и в советское время тоже горели. Ну, в советское время при всем негативе к церкви, как в старину, это все-таки сохраняли, надо сказать. В принципе, помимо этого туризма на исторические памятники, там возможен туризм рыболовный, сельский. Несмотря на черную металлургию в городах, сама-то территория таежная особенно не освоена, и там можно отдохнуть просто на природе. Вологодский край, часть русского севера полноценная, поэтому, да, я считаю, что вот эти, кто написан русскими, это в основном северорусы. В связи с этим там записали в большом количестве фольклор северорусский, но вот в 20 веке уже, поздно. Ну, там открыли также множество всякой церковной советской литературы старой, 17 века. Там есть традиционные промыслы крестьянские, северные. Там есть неплохие также природные памятники, допустим, геологические разломы Апокии, 60 метров берега реки Сухоны и так далее. Ну, и все остальное, культуру, видимо, уже, если она городская культура, я ее буду рассказывать в городах.